Многие думают, что когда ребенок попадает из детского дома в семью, ему больше не нужна помощь. Часто тяжелые психологические травмы не проходят бесследно. Они вынуждают ребенка протестовать, хамить, проявлять агрессию, воровать. В таких случаях работают психологи дистанционной службы «Найди семью». Они помогают приемным родителям разобраться в проблеме и наладить отношения с ребенком. Но из-за коронавируса и вынужденной самоизоляции напряжение в семьях выросло. Ресурсов службы уже не хватало. Сотни приемных семей оказались в очереди на консультацию. Время ожидания исчислялось недели. Тогда фонд «В ответе за будущее» объявил акцию «Вдвойне в ответе». Мы создали серию простых анимированных постов и провели марафон прямых эфиров, чтобы донести до общественности важность проблем, а также пообещали удвоить все пожертвования, сделанные в адрес службы. На призыв откликнулись сотрудники и партнеры Amway, а потом и другие пользователи Инстаграма. Они активно репостили наши посты в личных аккаунтах и переводили пожертвования в фонд. Акцию поддержали Тутта Ларсен, Юлия Мальцева и многие другие блогеры. О важности проблемы рассказали в «Новой газете», «Форбс», «ТАС», «Аргументах и фактах», «Таймауте» и других изданиях. Специальный выпуск о приемных семьях на изоляции вышел на Евроньюз. За две недели пожертвования в фонд сделали в 40 раз больше людей, чем обычно. Сумма сбора составила полтора миллиона рублей. Служба «Найди семью» смогла расширить штат сотрудников и провести дополнительные консультации. А главное, приемные семьи не только получили помощь, но и огромную общественную поддержку. Продолжение следует...